Здравствуйте, мои хорошие! Все вы любите мультсериал Леди Баг и Супер Кот. Он был создан в 2015 году и с начала запуска этого мультпроекта он только продолжает развиваться и из простой супергеройской истории он постепенно превращается в эпичный захватывающий мир полных тайн и загадок. Как мы знаем, шкатулка мастера Фу не единственная в мире, на самом деле их намного больше и после уничтожения монстра стража, который поглотил другие шкатулки 172 года назад, все вернулось на свои места. Какие талисманы хранят другие шкатулки нам пока неизвестно, но сегодня поговорим именно о талисманах мастера Фу, которые с недавних пор стали ответственностью нашей любимой маринет Дюпин Чен. Все талисманы разные и обладают своими чудесными суперсилами. Суперспособности, которыми наделяют каждый из талисманов, абсолютно различны, какие-то сильнее, а какие-то чуть менее сильны, но все они в различных ситуациях обладают незаменимыми способностями. Конечно, это уже не секрет, что сила талисманов напрямую зависит от самого хозяина, от его ума и находчивости, но все же по своей силе они явно отличаются. И сегодня я хочу представить вашему вниманию рейтинг талисманов, известные нам шкатулки. Я представляю вашему вниманию топ-семерку самых сильных и опасных талисманов, по мнению нашего канала. Возможно, кто-то не согласится с этим рейтингом, но все же я буду приводить некоторые доводы для убедительности. Помните, это лично мое мнение, но некоторые факты говорят, что этот рейтинг имеет место быть. Не будем описывать возможности всех талисманов, вы их и так все прекрасно знаете. Понятно, что, например, талисман черепахи никак не может оказаться в топе, ведь это силы защитника, его способности направлены именно на защиту, а не нападения. Некоторые талисманы на сегодняшний день так и не были пока задействованы, такие как к вами тигрицы, быка, козлика, свинки, петушка и собачки. Возможно, какие-то из этих супер сил нас еще удивят, но будем исходить из того факта, что Маринет, будучи в шаге от поражения, не выбрала их для важных сражений, а значит, я делаю вывод, что эти талисманы не настолько сильны. Следовательно, эти талисманы и их вполне симпатичные квамы не станут занимать лидирующих позиций нашего рейтинга. Не исключаю, что в будущем они смогут занять почетное место, а пока они отправляются на скамейку запасных. В серии Королева Чудесных, когда Хлоя подчинила своей власти союзников Маринет, из слов Леди Баг стало понятно, кто займет из присутствующих бывших союзников место первенства. Виперион из них самый опасный, сосредоточься на нем и будь осторожен. И это не лишено смысла. Бесконечное использование второго шанса, возвращаясь на минуту в прошлое, может переломить ход битвы. Именно поэтому Виперион занимает почетное седьмое место. Талисман дракона очень сильный. Пока этот талисман не был достаточно раскрыт, но уже известные нам его способности дают представление о его внушительной силе. Он законно занимает шестое место в рейтинге самых опасных талисманов. Вражник занимает почетное пятое место. Напомню, его способности наделять людей суперсилами, делая их преданными сторонниками. А также в его силах наделить суперсилами и бездушное создание, например робота. Но тогда о преданности можно забыть. Без души его жертву вправе сама распоряжаться данными ей суперспособностями. Хотя если поставить битвы Леди Баг и Бражника один на один, то Бражник будет выглядеть намного серьезнее и даже сильнее. Но как я ранее говорила, что сила талисмана напрямую зависит от силы и опыта хозяина. Габриэль очень сильная личность и используя талисман Бражника он расширяет некоторые свои возможности. Например, он не перевоплощается через пять минут после использования сверхспособностей, в отличие от молодой Леди Баг, который требуется под зарядка, после использования супершанса. Квами Нуру однажды сказал, что два талисмана могущественнее всех остальных. Талисманы с силами созидания и силами разрушения, и они находятся в центре. И казалось бы, они должны занимать первые места. Но талисман суперкота и его суперсила разрушения занимает четвертое место. Леди Баг, несмотря на то, что она является главной героиней мультсериала, занимает в нашем хит-параде всего лишь третье почетное место. Но как мы знаем, талисманы содержат скрытые силы, и вполне вероятно, что когда-нибудь Леди Баг нас удивит новыми способностями, или может она со временем станет более опытной героиней, и тогда она сможет подвинуться в нашем рейтинге вперед. К самым опасным из известных нам талисманов можно отнести талисман кролика. Пожалуй, он самый страшный талисман, именно поэтому мастер Фу никогда не предлагал его маринер. Ведь путешествия во времени очень опасны, и малейшие изменения в прошлом могут кардинально изменить будущее. Именно поэтому будущим хозяином этого талисмана будет выбрана Аликс. Она умеет хранить секреты. Талисман дает силы перемещения во времени, а также заглядывать в любые события прошлого и будущего из своей норы времени. Благодаря этим способностям она знает личность бражника и всех остальных героев, включая Леди Баг. Но она не может никому открыть эти тайны, и это главное условие, или даже можно сказать главное правило использования талисмана, дабы не нарушить естественный ход событий. Банникс является героиней последнего шанса, и ее призывают только когда все остальные проигрывают или не случится непоправимая катастрофа, когда другие супергерои оказываются бессильны перед грядущими событиями. Когда Бразнику попали в руки шкатулка с талисманами, включая самые опасные из них, он поступил опрометчиво, доверив ее Хлое. Возможно, он просто был настолько уверен в своей победе и необдуманно поторопил события, или же он просто не знал о силах других талисманов, посчитав, что самые сильные талисманы уже используются. Как бы то ни было, после этой битвы ему попал в руки планшет мастера Фу с полностью расшифрованной книгой, и вполне вероятно, что изучив ее, он очень горячо пожалеет, что не воспользовался талисманом кролика, когда у него была такая возможность. Ведь благодаря именно этому талисману он смог бы вернуться в прошлое и исправить свои ошибки. И тогда Эмили скорее всего была бы в здравии, и они снова были бы счастливы вместе. Габриэль, Эмили и их любимый сын Эдриан. Несмотря на то, что талисман кролика был назван самым опасным талисманом, он все же занимает второе место нашего хит-парада. И первое почетное место занимает, как вы все уже наверное догадались, талисман павлина. Да-да, именно павлин сегодня в топовой позиции. Возможно, некоторые из вас сейчас нахмурили свои прекрасные бровки и говорят, что это чушь, ведь талисман давно в руках бражника, и до этого никто не считал его сильнейшим. Но я приведу некоторые факты, которые возможно вас переубедят. Талисман павлина был поврежден, и его использование просто опасно для жизни. Натали, используя его с каждым разом, теряла свои жизненные силы, и это вы все видели. Главной жертвой поврежденного талисмана стала Эмили Агрис, которая погрузилась в бесконечный сон. Но теперь все изменится. Габриэль, благодаря расшифрованной книге заклинаний, полностью восстановил талисман павлина, и теперь ничто не мешает ему использовать его самому. Ранее он не мог этого сделать, дабы не рисковать миссией спасения своей жены. Ведь только он знает тайну сна Эмили, и только он сможет все исправить. Но что может этот талисман? Он создает сентимонстров из эмоций жертвы, перышка амока. Самые ужасающие чудовища могут рождаться благодаря силе талисмана павлина. Но это еще не все. В серии под названием Леди Баг Майюра смогла создать абсолютную копию Леди Баг, которая обладала всеми теми же способностями, что и оригинальной супергероиня. А значит, благодаря талисману можно создать любую копию известного супергероя. Что это значит? Это означает, что с помощью суперспособности павлина можно воссоздать даже супергероиню Банникс с ее способностью перемещения во времени, а также узнать личности всех владельцев талисмана, заглядывая во временные окна, как собственно и делала Банник в серии Кот Блан. Именно благодаря талисману павлина можно создать ужасающий тандем, минимум из двух злодеев Майюра и Банникс. Я думаю, что в новом сезоне Габриэль станет использовать именно талисман павлина, назвав себя суперзлодеем Паоном, что в переводе с французского означает Павлин. Возможно, именно это событие и было заложено в слова сценаристов о новом сезоне, а именно все, что нам казалось неизменным, поменяется. Может Габриэль так и поступит в будущем, создаст суперзлодея, которому подвластно время и все исправит без талисманов Леди Баг и Супер Кота. И тогда Бражником станет кто-то другой, который и создаст суперзлодея Тайм Тайгера с теми же силами путешествия во времени, но у нового Бражника будет совершенно другое желание и цель, исполнение которого невозможно простым перемещением в прошлое. Как бы то ни было, у сценаристов студии ЗАГ еще много козырей в рукавах, и они нас еще удивят в новом сезоне невероятными сюжетными поворотами. Я очень жду дату выхода нового сезона, которая была назначена на 17 сентября 2020 года, но вполне вероятно, что встреча с нашими супергероями состоится еще раньше, ведь нам обещали выход новых спецэпизодов про Шанхай и Нью-Йорк длительностью по 50 минут. Нам ничего не остается как ждать и надеяться на бесценный подарок в виде досрочного выхода новых эпизодов о любимых супергероях. На этом я подведу черту в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам понравился мой супергеройский рейтинг. Надеюсь, получить от вас заслуженную награду, а именно ваш супергеройский лайк. Напишите свои мысли в комментариях. И помните, я читаю их все и с удовольствием отвечаю на самые интересные. Обязательно проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если значок подписки горит красным цветом, нажмите, чтобы он стал серым. А также жмите на колокольчик. Не забывайте про мой канал в инстаграм. Ссылочка есть в описании. До новых встреч, мои хорошие! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok